всем привет мои дорогие я сегодня хочу обсудить сложную тему это онкоблогеров онкоблогеров и вообще съемки каких-нибудь проблем своей семье каких-нибудь семейных неурядиц я недавно засняла видео про как раз про онкоблогеров и там очень много просмотров когда я его делала в общем те блогеры которых я упоминал например света канал называется светик мой светлана была жива к сожалению в данный момент вот она уже ушла умерла и у нее появился сынок который сейчас хайпует по черному на ну так сказать на информационном ресурсе маму у него хотя канал свой но тем не менее подписчики мамы перешли к нему чего он творит это вообще конечно же жестяная но мы по не про него поговорим попозже а вообще я хочу спросить я прочитала комментарии под этим видео которые пишут мне я хочу спросить дорогие зрители youtube объясните мне если человек снимает на youtube видео и они монетизированы это значит что он зарабатывает не так ли если бы он хотел просто так делиться своими переживаниями делиться своими впечатлениями он бы выкладывал свои мысли на поду он бы выписывал свои мысли в подушку если какой-то блогер если какой-то человек завел свой блог и еще раз говорю его монетизировал это значит что с него он зарабатывает деньги а как можно заработать деньги самым таким простым способом это начать показывать какие-то свои проблемы потому что людям всегда интересно наблюдать за тем как человек из этого выкарабкается как он их решает это касается абсолютно всего развода переезда возможно в другой город переезда в деревню но я не знаю какой-нибудь аварии где разбита машина не дай бог пожар и не дай бог вот такой болезни то есть понимаете люди всего этого боятся и соответственно они смотрят с большим удовольствием смотрят на то как с такими проблемами справляются другими другие люди а так как просмотры идут и каждый просмотр монетизируется то соответственно эти люди которые нашли в себе силы рассказывать о своих каких-то неурядицах другим они начинают неплохо зарабатывать большая ошибка думать что я это как-то осуждаю я наоборот говорю что если уж так случилось и ты попал в такую трудную жизненную ситуацию то естественно это очень хорошо что ты можешь ее как-то переломить с помощью денег ну то есть это большой плюс что у тебя хватает духу на этой ситуации зарабатывать не просто как говорится обняться с подушкой и уйти в какую-нибудь депрессию понимая что ничего ты в этой жизни изменить не сможешь а ты начинаешь на ней зарабатывать в том числе принося пользу другим людям потому что те же самые онкоблогеры когда они рассказывают про то как они заболели как они обнаружили у себя болячку как они там ходили по врачам и врачи у них ничего не могли найти и некоторые из них обнаруживают что у них уже четвертая стадия этого заболевания совершенно неожиданно чисто случайно и естественно для других людей это предупреждение кроме того вы понимаете мы все люди у нас природой самой заложено что мы любим сочувствовать любим помогать когда мы наблюдаем такую картину который происходит где-то с другим человеком просыпаются наши самые лучшие чувства мы начинаем быть ближе к богу я не побоюсь этого слова да потому что мы задумываемся что творим мы сами а вдруг нам тоже за что-то приходится отвечать то есть на самом деле вот эти все видосы тех же самых онкоблогеров про которых я сейчас говорю они приносят обществу я не побоюсь этому слову большую пользу и эти девчонки и мальчишки которые снимают видео про это они зарабатывают на этом вот вы понимаете а тут как раз начинается такая непонятная история когда те люди которые пришли на youtube комментировать они никак не могут признать что люди делящиеся своими вот такими проблемами еще не дай бог кладут какие-то деньги в карман да как же а если кто-то сказал об этом вслух заявил об этом вслух то этого человека вообще надо уничтожить потому что это видите ли как тут некрасиво не этично почему не этично я считаю что это абсолютно нормально и я про это говорю открытым текстом что онкоблогеры неплохо зарабатывают и дай бог и дай бог я всегда говорю что если у вас какая-то развита соцсеть и не дай бог у вас какие-то случаются в семье проблемы кто вы за счет за счет монетизации этой соцсети за счет монетизации своей собственной проблемы получаете возможность ее решить вы вспомните как собирают деньги на лечение тех же самых детей именно через соцсети то есть идут туда где собирается большое количество зрителей и среди этих зрителей находятся те кто либо даст какой-то совет либо может помочь деньгами то есть это абсолютно нормальное явление в наше время и сейчас немножко времена изменились и если раньше при советском союзе была популярна поговорка что ссоры из избы не выносят то сейчас вы знаете выносят причем ссоры из избы выносить не просто выгодно а иногда жизненно необходимо для того чтобы собрать те же самые деньги на лечение поэтому мне вот эти комментарии которые желают мне под моим собственным видео смерти желают мне пережить моих детей только за то что я сказала вслух что онкоблогеры зарабатывают неплохие деньги но я считаю что этим людям надо подтереться немножко оглянуться вокруг но вот и понять что они живут в другом мире что сейчас продают информацию и на этом живут очень многие люди и ничего такого нет что люди начинают рассказывать о своих болезнях ну так вот у этих людей которые рассказывают о своих болезнях есть родственники и вот например если взять пример той же самой светы канал светик мой светлана она умерла вот совсем недавно и у нее сын он это дело понимаете как просек что оказывается у мамы было много подписчиков мама имела там не очень хорошая у нее оплата была потому что просмотров был не очень много но тем не менее и он подхватил вот этих зрителей которые наблюдали за тем как борется с болезнью его мать светлана и в общем начал хайповать на этой теме по другому я это назвала вообще никак не могу он проводит пьяные стримы где пьет просто берет наливает себе вино и пьет там по бутылке он понимаете как это это я не хочу называть те его тем именем которого которого он достоин это очень человек который понял что здесь легко заработать денежки так подождите друзья это тот человек который понял что смотри машина что на этой монетизации можно неплохо заработать и в общем он рвет можно сказать рвет когти рвет нет и он можно сказать это и он рвет жилы и он изо всех сил старается это сделать вообще неприятное впечатление он производит но я хочу сказать что и онкоблогеры тоже они прекрасно понимают что как бы их ситуация их ситуация волнует многих людей и они как можно быстрее понимать пока человек жив что его интересует деньги и исполнение своих каких-то ну не знаю кто-то мечту исполняет кто-то какие-то желания кто-то понимает что ему нужно постараться обеспечить своих детей оставить какое-то наследство и они вот на фоне того что у людей такой большой интерес к их болезни они стараются изо всех сил пока у них еще остается время прям знаете вот толкать развивать свои соцсети не только youtube но допустим и дзен ну все соцсети любые берут всякую рекламу то есть понимаете на фоне вот этого хайпа они стараются заработать как можно больше денег кстати говоря я их вообще не осуждаю не знаю почему пишут мне про это в комментариях да и пусть да и лечится конечно пусть лечится кто говорит что не пусть наоборот я вам говорю что пока человек жив его интересует свое материальное благополучие вот нам просто которые слава богу пока не в диагнозе потому что знаете друзья все мы как говорится под богом ходим иначе не было бы такого интереса к тем кто заболел вот нам просто нужно это осознать и реагировать на это спокойно понимаете спокойно спокойно они имеют на это право раз уж с ними такое дело случилось они имеют право на это дело рассказывать они имеют право все это рассказывать а мы как члены сообщества youtube вполне можем это дело комментировать и поэтому бомбить под моим видео в этих комментариях что я что-то не то делаю друзья нет это неправильно но на этом всем пока я показала вам дорогу мы едем к сыну в часть вот он меня служит и пока у меня есть свободное время я захотела с вами поделиться своим мнением по поводу моего же видео по поводу комментариев которые там написаны спасибо